Вологодский институт права и экономики отметил 35 лет со дня создания. За это время ВУЗ выпустил более 11 тысяч специалистов для правоохранительных органов. Его курсанты участвуют во всех торжественных мероприятиях города. На праздничном концерте выступили около 200 учащихся из парадных, спортивных и творческих объединений института. О прошлом, настоящем и будущем ВП расскажут в нашем следующем материале. Вся история Вологодского института права и экономики в документах и фотографиях была представлена на выставке «От истоков до современности». За 35 лет ВП прошел путь от лесопромышленного техникума для исправительно-трудовых учреждений до многопрофильного высшего учебного заведения. Процесс формирования, создания, развития института пришелся на очень непростые годы. Многое сыпалось, была перестройка, были годы, лихолетия, безвременья, но вы развивались, вы занимались созидательным трудом, появлялись новые здания, появлялись новые возможности, вы всегда стремились быть лучшими. Сейчас ВП 5 факультетов и 16 кафедр. Здесь готовят сотрудников для правоохранительной системы, юристов, психологов, управленцев и социальных работников. За 35 лет ВУЗ выпустил более 11 тысяч высококвалифицированных специалистов. Институт стал одним из лидеров и в своей системе, и вообще в системе высшего образования. Очень высокого уровня сегодня профессорско-преподавательский состав. Ребята получают не только высокий интеллект, не только становятся творческими личностями, но и физически сильными, ответственными, настоящими патриотами, защитниками Отечества. Успехи учеников преподаватели ВПС считают своим главным достижением. Сюда поступают абитуриенты из всех уголков страны. И закончив ВУЗ, почти все выпускники остаются служить в правоохранительных органах. В прошлом году 30 наших курсантов и студентов были удостоены стипендий правительства Российской Федерации, губернатора и правительства Вологодской области, именных стипендий. Традиционно наши ребята становятся победителями в конкурсах Минюста, в конкурсах Федеральной службы исполнения наказаний. Гордость института и профессорско-преподавательский состав. Из 200 человек 146 кандидатов и доктора наук. Многие нынешние преподаватели – выпускники ВП. Например, Сергей Ахапкин – старший офицер, который отвечает за дисциплину и строевую подготовку. В первую очередь это все-таки распоряд огня, потому что у нас очень много взято с вооруженных сил. Это связано и с отдельными элементами, которые касаются подъема, отбоя, ежедневной утре и физической зарядки, достаточно больших физических нагрузок. Благодаря хорошей физподготовке курсантам хватает сил и на учебу, и на дополнительные занятия в секциях ВП. Их участники подготовили для любимого вуза праздничный концерт. Ребята построили его так, что все номера отражали деятельность института. Например, рота почетного караула открывает все торжественные мероприятия города. Поэтому первым номером выступили именно они. А вела концерт мисс института и капитан команды КВН «Люди в синем», которые в этом году впервые за всю историю ВП стали победителями Вологодской лиги. В этом году мы просто сочли нужным, необходимым сделать своему учебному заведению на юбилей такой подарок. Мы очень старались, и когда мы услышали, что мы стали победителями, чемпионами лиги, для нас в первую очередь мы испытали огромную гордость. Курсанты подготовили совместные номера и с подшифным ВП детским домом номер один. Учащиеся каждый день помогают ребятам, оставшимся без родителей, делать уроки и проводят для них занятия по самбо и танцам. В институте заботятся и о детях курсантов и педагогов. ВП первое учебное заведение в России, где открылась комната матери и ребенка. Курсанты реализуют себя и в творчестве. Здесь есть свои радио, телестудия, хор и театральный кружок. Они настолько самостоятельны, они настолько сильны, что обычно мы к ним обращаемся за помощью. За помощью в почетном карауле, за помощью в оркестре, за помощью в великолепном ансамбле барабанщиков, барабанщиц точнее. И поэтому для нас вот это сотрудничество, вот эта дружба между нами, органами власти и Институтом права и экономики, очень ценна. И мы сделаем все, чтобы это сотрудничество продолжилось. Сейчас в ВИПе учатся около двух тысяч ребят из 30 регионов России. Все вместе они представили танец дружбы народов. А, пожалуй, самым трогательным моментом юбилейного вечера стало награждение родителей лучших курсантов. Евгения Лапова, Евгений Тюнев, телеканал «Русский Север».